Превышают скорость. Это самое популярное нарушение среди рязанских водителей. По итогам 2018 года сотрудники ГАИ выписали более 1 260 000 штрафов. Это почти 83,5% всех нарушений. Цифра огромна, особенно при условии, что камеры, фиксирующие превышение скорости, расположены буквально на каждом перекрестке. Помимо этого, сотрудниками Госавтоинспекции Рязанской области выявлено 2959 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 354 случаи отказа от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования в состоянии опьянения. 2914 водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей. Также было выявлено более 10 000 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, пассажирами или иными участниками дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила отметку в 1,2 млрд рублей. Рязанские водители оплатили пока меньше половины, около 520 млн. Водители признаются, что в некоторых местах проехать по правилам крайне сложно. Например, преодолеть перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской армии. Здесь вот на этом перекрестке, вот на Касимовке, да, там нарушений много. А там и справа ряда поворачивает на это налево. Там даже под стрелку, а они поворачивают нарушения очень большие. К наиболее опасным местам также относятся пешеходные переходы около остановки Цирк. Там регулярно сбивают людей. А также Первомайский проспект, где пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте. Осложняют дорожную ситуацию и непростые погодные условия. Все куда-то спешат, а потом только думают. Сначала едут, а потом думают. Средства от оплаченных штрафов пойдут в Дорожный фонд Рязанской области, который сейчас обеспечивает потребности региона на 30%. Такие нововведения вступили в силу с 1 января. Стоит отметить, что сейчас фонд пополняется за счет акцизов от горючих смазочных материалов, транспортного налога и других компонентов. В прошлом году в его бюджет более миллиарда рублей внес Росавтодор. Эти средства пошли на региональные программы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».